Автор ролика не призывает вас к ненависти. Данное видео постановка, а все участники актеры. Приднестровье, это я слышал расцветающая республика. Очень расцветающая, блядь. Так почему? Вот скоро независимая будет, рассказывали по телевизору. Это кто тебе сказал? Ну я помню, смотрел ТСВ, по-моему. А ты откуда? С Румынии. С Румынии? Да, город Ясы. Вот это, по-моему, расцветающая республика. Да ладно, чувак, Приднестровье, там же Красносельский шериф нормально, говорят. Шериф? Шериф нормально. Он больной на голову этот Красносельский, блядь. Мусор, нахуй, вонючий, блядь. А шо он наделал? Шо он наделал? Мусорил, блядь, квас. Он наделал кучу памятников, которые нахуй никому не нужны. А шо за памятники? Нахуй его знаю. Вот приезжай к нам, как турист. Приезжай, посмотришь нахуй. Летом приезжай. У меня хата четырехкомнатная, я тебя поселю. Бесплатно. Ну, о, ну четырехкомнатная, смотри, ты уже можешь зарабатывать на том, что будешь сдавать комнаты. Я не буду сдавать их. Блядь, смотри, у него брови. Я могу тебя поселить. У него брови, как у меня, нахуй, блядь. Да, братья по бровям, да. А ты по национальности кто? Украинец. А, я тоже. Да. Да, тоже. Слушай, а вообще, как там украинцы в Приднестровье? Нормально, но у нас без этой, без этой. Без Майданов. Без Майданов, без Порошенков. Вот Русь, чувак, Русь, это же Киев, да? Да отставь от меня ты. Смотри, смотри, Русь, да? Русь, она какая? Это же Киевская Русь. Причем тут Россия до Руси, да? О, 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 начиная. Вот Русь говорит, вот послушай человека. Послушай человека. Вот смотри, Киев, вот чем расплачивались в Киевской Руси? Гривны, так? Гривны. Да, да, да. А в Украине чем сейчас расплачиваются? Тоже гривны. Да. Тоже гривны. Во. Центр, посмотри. 60 копей. Послушай, 60 копей. Центр Киевской Руси, Киев, да? Ну, да. Столица Украины тоже Киев. Кстати, Русь сначала, изначально была Киевская Русь. Ну, так она и осталась Киевской Русью. А, это нормально. Вот. Ну, а покажи еще раз свастику. Зачем ты набил татуировку, я не понимаю? Я не набил, я так родился. Не, 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 все, все покажу. Со свастикой на руке? Вот так родился, вот так родился. А, да я не вижу свастику. Сейчас, секунду. Тебя как зовут? А, вижу, вижу. Так, может, ты в тюрьме сидел, не? Потому что в тюрьме тоже свастику набивают. Ну, откуда ты знаешь? Сидел, блин. Ну, как, отрицание называется. Рассказывали люди. Да, было. Смотри, он даже отрицал его. Он даже знает, что это отрицал его. Кого ты видишь? Все, 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 все нормальные, блин. А, нормальные, нормальные. А вы в Приднестровской тюрьме сидели, да? Ну, ты на двойке? Ты на двойке? Примерно на двойке. Все, я на двойке. Я говорю, вы в Приднестровской тюрьме сидели. Причем тут двойки. Ну, да. А за что? Ну, освободился в 2005. А, я думал, ты говоришь, что на двойке учишься. Не, я понял, двойка-тюрьма такая. Нет, у нас тут все налажено. Да, ладно, у вас там менту разоправляют. Что ты мне врешь? Кто? Менты, КГБшники. Ну, да, КГБшники это суча. Ну, что ты хочешь сказать, что Путин? Путина уважаешь? Кого? Путина уважаешь? Нет. Ну, он же КГБшник. Я уважаю Путина. А что ты что-то имеешь против Путина? Я имею. Я имею против. Он что? Ну, идите нахуй тогда вместе. А ты скажи своему другу, что Путин в КГБ служил. Это же как бы непорядочно для вас. Да. Честно, непорядочно. Это непорядочная хуйня, да. Так, а он уважает? Нормальный мужик. Ну, так-то он... Путина мой мужик. А что? А вы даже не спросили, как его зовут. Подожди. Да, кстати, как тебя звать? Ренат. Ренат. Ренат, меня зовут Дима. А меня Антон. Раз знакомства. Я там познакомился. А его Валентин. Привет. Ты очень-очень-очень-таки, знаешь, задвигаешь вопросы. Причем здесь Путин вообще? Путин, Володя, нормальный дядька. Он КГБшник. А где-то одну. Ахуеть, ты за что? За Порошенко или что там? Я говорю о том, что Путин КГБшник. Мы, братан, КГБшник. Мы с ним еще. 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 Что КГБшник? Хорошо. Ты по понятиям живешь? Это как? Я просто не понимаю. Я просто слышал что-то как-то. Я не знаю, как попали. А, так подожди. На кирюме сидел ты? Не, не, не сидел. Не по понятиям живешь. Мужиком живешь. Так ты мне сейчас нахуй только что сказал, что это типа там впал он КГБшникам это там, блядь. Ну я просто как бы, я не говорю, что это плохо или хорошо. Я просто... Подожди, не перебивай. Я же тебя не перебивал. Я же не говорю то, что это плохо или хорошо. Я просто говорю, что в твоей системе ценностей КГБшники значит мусора, но ты уважаешь получается мусора. Хорошо, допустим, а ты живешь... Я тебе задаю вопрос. Ты по понятиям живешь? Я не знаю, как жить по понятиям. Нет, по воровским понятиям. Я не знаю, как жить по воровским понятиям. Ты знаешь вообще, что такое воровские понятия? Я не знаю, как жить по воровским понятиям. Ну вот задай мне пару вопросов и убедишься, правильно я живу по твоему мнению или нет. Хорошо. Давай начнем. Мы пока покурим. Пока вы начнете, мы покурим. Ты кем живешь? Да он мужиком живет. Он не живет по понятиям. Он тебе три раза уже сказал. Ну я не знаю просто, как жить по понятиям. Может я и по понятиям живу? Ты просто спроси, как это? Ну вот ты кем живешь? Не, 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 этот вопрос, ты понимаешь, что он неправильный. Нужно задавать вопросы. Вот что касается жизни, ну, людей по понятиям. Как они живут? Объясни, может я сравню свою жизнь и их жизнь. И может узнаю, как я живу. Да, правда, мы живем у нас. Давай со мной поговорим. А что, я, просто смотри, смотри. В зонах бунт, это же нормально, это порядочно. Бунт, слушай. Кто бунтует порядочный, да. А почему ты решил, что если народ бунтует в Украине, Майдан, то это непорядочно, это плохо. Ну ты говоришь, бунт в зоне нормально, за это набивают Эйполет, да. Да, это нормально. А откуда ты знаешь? Ну люди рассказывали, я то, что знаю, то и говорю вам. Я просто за что купил, за то продал. А вот когда народ вышел против своей власти, это плохо, да. Послушай, я просто, это аналогия, понимаешь, я просто сравниваю. Конечно, потому что ему нельзя, он как вор, нахуй, законник. Да, Путин вор, законник. Ты имеешь семью, детей, блядь. Не, братан, Путин действительно вор. Я тебе говорил, Путин будет нормально. Да, но не в законе. Но не в законе. Вот делай все нормально. Это, ты хочешь сказать, что Порошенко нормально все делает? Да и Порошенко говно, и Путин говно, все они говно. Я не живу в Украине, я не могу сказать, хороший Порошенко или плохой. А ты по новостям не смотришь? Ну, ты понимаешь, в новостях могут врать, понимаешь? Я тебе открою тайну. Я знаю, не надо мне тайну открою. Что, дай мне похурить, нахуй, ты. Да? Пололейно. Человека у меня тоже. Сразу не мог сказать? А это фуфло, блядь. Насчет фуфло. Вот Путин же обещал народу, сказал, я обещаю, что повышения пенсионного возраста не будет. Но повысил. Но повысил. Значит, Путин двинул фуфло, да? Но ты, я так понял, патриот ПМР, да? Кто? Ну, вот твой друг. Да, да, да. Дима, Дима. Да, да, я патриот. Если начнется война с Америкой, то ты пойдешь за Россию, я так понял, да? Да, я пойдешь за Россию. Конечно, за Россию что я прожал? Я родился в Казахстане. А я служил. А я служил. Возвольте? Да. А, во-во-во, немка. Я вообще инвалид, Ренат. Кстати, это его палка. А инвалид с каких палка? У меня видала конструкция в спине. Ты его не обижай. У меня титаны там, блядь. Он упал, с какого этажа ты упал? С седьмого. С седьмого этажа упал и живой остался. Тихо. Субтитры создавал DimaTorzok